Все ноды разделены на вкладки. Вкладка параметры. Здесь все параметры. Эти вкладки по темам разделяются. Вкладка математика. Здесь математические операторы. Функции, скрипты. Вкладка сетс. Здесь работа с листами, со списками данных, с деревьями данных. Это позже будет. На эту тему будет урок. Это большая тема. Вкладка вектор. Здесь всякие точки, векторы, плоскости. Вкладка кривая. Здесь все для работы с линиями. Вкладка поверхности. Здесь все для работы с нурбс поверхностями. Вкладка меш. Это все для работы с трехмерными сетками. Это другой способ задания поверхности с помощью полигонов. А вкладке интерсект. Булевые операции. С линиями, поверхностями. С чем угодно. Вкладка transform. Это переместить, озеркалить, отмасштабировать. Все, что трансформирует объекты. Найти нужный нод можно вот так, по логике. Если нам нужна, например, линия, мы идем во вкладку Curve. Здесь вот есть разные группы. Группа примитив. Вот нам нужен, допустим, отрезок. Вот он отрезок. Линия. Самый простой. Самый простой отрезок. Другой способ, это если мы знаем название ноды. Это двойной щелчок на пустое место. И у нас здесь появляется поиск такой. Пишем линия. Line. Вот он находит нам все, что с этим словом. Вот line такой. Вот это два способа найти нужный нод. Либо здесь, либо через поиск. Вообще, в нод могут какие-то данные войти с помощью четырех способов. Первый способ, это данные могут браться из райна. Из трехмерной среды райна. Для этого нужны во вкладке параметра все вот эти черные шестиугольники. Здесь они отдельно для точек, отдельно для векторов, для кривой. Для дуги, для окружности, для бюре поверхности, для коробки. В общем, все виды геометрии, которые могут быть в райна, можно с помощью этих нодов взять в игра Super, чтобы их дальше уже использовать. Сейчас самый простой, это точка. Когда создаем здесь этот нод, точка, он оранжевый. Потому что в нем не задана точка. Он пустой. Чтобы задать точку, нужно его в трехмерной среде райна создать эту точку. Пишем команду points. Делаем две точки. Чтобы задать точку, можно либо сначала правой кнопкой сюда и set one point, если одну точку, set multiple points, если много точек. У нас одну сделаем, нажимаем, потом выбираем здесь точку. И он сразу его присвоил. Теперь этот нод у нас белый, потому что он правильно работает. В нем задана одна точка. Когда мы нажимаем на него, эта точка становится зеленым крестиком в окне райна. А так она красная. Желтый квадратик маленький, это значит точка выбрана в райна. А если она крестиком, отображается точка расхупера. Вот. Второй способ задать точку, это наоборот. Сначала выбрать ее здесь. Она выбрана, желтая. И только после этого нажать правую кнопку сюда, set one point. Она тоже выбрана. То есть можно либо сначала сюда правой кнопкой, потом выбирать. Либо наоборот сначала выбрать, потом сюда правой кнопкой. Вот. С помощью вот этих вот черных нодов можно также и линии, и любую геометрию из трехмерной среды райна перевести в крестопер, чтобы дальше использовать. Ну, наиболее часто используются именно точки. Можно, в принципе, только точки и брать из райна. А все остальное уже в расхупере. Грассупер сам уже будет простраивать. Так удобнее. Сейчас по этим точкам можем построить отрезок. Идем в кривые. Набираем отрезок. Линию. Вот так соединяем. У нас строится отрезок. Мы двигаем точки, отрезок сразу перестраивается. Этот отрезок, обратите внимание, нельзя выбрать в райна. Потому что его строит Грассупер. Он как бы... Как будто его еще не существует, а Грассупер нам просто его показывает. Эти точки это реальные геометрии, которые есть в райна. А отрезок, он только в Грассупере. Вот он. И в райна его выбрать нельзя. И удалить нельзя. Вот. Когда мы выбираем какой-то нот в Грассупере, то... То, что этот нот простраивает, оно становится зеленым. Это уж понятно. Если вот все выделить, то у нас все станет зеленым. Можно скрывать. Скрывать либо правой кнопкой превью нажимаем. Видите, эта точка теперь крестиком не отображается. Либо выбираем, потом средней кнопкой на пустое место. И вот, на чувака с завязанными глазами нажимаем. Он скрывается. Теперь у нас точки скрыты. Они показываются только райновские точки. А линия не скрыта, она отображается. Если линию скрыть, она тоже не будет отображаться. И у нас уже в райне остались только точки. Райновские. Это был первый способ задания данных с помощью вот таких вот черных шестиугольных параметров. Второй способ это с помощью специальных параметров, которые вот в этой группе. Сейчас идем в математику. Сложение создадим нот. Тут на входе должно быть два числа, чтобы их сложить, и на выходе будет сумма. Вот здесь есть параметр слайдер. Это самый часто используемый параметр, который позволяет задавать числа. Давай сюда соединяем, и еще один сюда. Копирую я сначала перетаскиваю, а потом альт нажимаю. Можно просто Ctrl-C, Ctrl-V. Вот. Сюда, значит, заходит 0,250. Мы изменяем. Уже заходит 0, ну, сколько там получилось. Когда вот наводим на вход или выход, у нас пишет, показывает всплывающие подсказки, что там на входе или выходе. На выход наводим, пишет сумма, показывает нам, какая сумма получается. Еще один специальный параметр – панель. Его удобно использовать, чтобы посмотреть, что получилось. Соединяем. У него есть и вход, и выход у панели. Вот, когда ко входу соединяем, он нас сразу отображает результат. Вот мы изменяем два числа, и здесь изменяется сумма. Панель можно использовать не только так, а вместо слайдера. С помощью панели тоже можно задавать параметры числовые. Двойной филочек на панель. Здесь пишем любое число, и он это число теперь воспринимает. Вот. То есть панель можно использовать для того, чтобы посмотреть, что получается, и для того, чтобы задать какой-нибудь параметр тоже. Слайдеры можно подписывать. Хоть как. Можно вообще не подписывать. Еще слайдеры удобно вызывать вот так, двойной щелчок, и туда любое число пишем, он сразу создает слайдер с этим числом. Здесь есть такая тонкость. Когда мы пишем целое число, он создает слайдер целочисленный, как бы, без дробей. Если тут пишем одна целая, там, одна десятая, он создаст дробью с одним знаком после запятой. Кстати, когда пишете, нельзя запятую с нампада, надо именно точку, как знак припинания, ставить. Допустим, 55.99, он уже опять создал слайдер, и уже два знака после запятой. Если 0,999, он уже создает слайдер с точностью 3 знака после запятой. И когда мы пишем число, допустим, 5, он создает слайдер от 0 до 10. Пишем 11, он создает слайдер от 0 до 100. То есть он создает слайдер, у которого максимум, это ближайшее число, кратное 10. Пишем, допустим, 101, он уже создает до 1000 слайдер. От 0 до 1000. Если меньше единицы, то то же самое. Пишем 0,009. Ну, пускай, 0,9. Он создает слайдер от 0 до 1 десятый. С двумя знаками после запятой. Потому что мы 0,009 написали. Ну, вот такие вот вещи позволяют быстро вызывать любые числа, которые нужны. Ну, а еще, если такое не подходит, можно более тонко настраивать слайдер вот так. Правая кнопка на него, Edit. И здесь уже более подробные настройки у слайдера. Вот, можно поставить рациональные числа, натуральные, четные, нечетные. Здесь можно поставить максимум, минимум, а, минимум, максимум, потом изменить, ну, это изменить сам слайдер можно. Количество знаков после запятой можно изменить. В общем, все здесь можно изменить. Вот, со слайдером все, это вот, постоянные слайдеры используются, очень удобная штука. Еще есть менее удобная, это скроллер. Но иногда он тоже нужен бывает. Здесь тоже число задается. Только немного по-другому. Здесь надо вот так цифры крутить. Можно и запятую двигать. Ну, понятно. Так, еще такая штука. Геном. Это как несколько слайдеров в одной пачке. Он удобен, когда нужно создать список значений. Вот здесь у нас список, и все от 0 до 100. Если edit нажимаем, здесь вот можно задавать количество этих слайдеров. Если 100 пишем, будет там 100. Вот, 100 слайдеров как будто сразу. Если бы не этот геном, пришлось бы вот так вот копировать, копировать 100 слайдеров. Это очень долго. Поэтому геном тоже используется. Очень полезная штука. Ну и последний параметр специальный, который сдаёт числа, это логическая переменная. Он сдаёт только числа 0 и 1. Вот сейчас он пишет false или true. Вот. Но его можно использовать как число тоже. Потому что если сюда зайдёт, вот. Делаем false. Он думает, что сюда вошёл 0. 1. Если делаем true, он думает, что сюда вошла 1. В общем, false и true это то же самое, что 0 и 1. Тоже удобная штука. Часто нужным бывает именно 0 и 1. Именно на такие числа. Вот это был большой второй способ задания данных в Кроссупере с помощью специальных параметров. Третий способ. Это прямо в самом входе любого оператора можно задавать. Допустим, вот создали мы. Сразу на выходе посмотрим. Пока ничего, потому что у нас на входе ничего нет. Поэтому он оранжевым и показывает ошибку. Можно прямо на самом... Вот третий способ заключается в том, чтобы прямо на самом входе задавать параметры. Правой кнопкой setDataItem. И пишем 1, допустим. Теперь здесь единица. Сюда. 2 пишем. Вот. Теперь здесь двойка, здесь единица. И сразу сумма 3. Этот способ, он хорош тем, что не создается лишних всяких нодов, которые загромождают алгоритм. У нас компактнее. Там внутри у нас чисто теперь. И этот способ используется тогда, когда мы точно знаем, что никогда этот параметр изменять не захотим. Допустим, нам нужно просто увеличить на единицу какое-то число. Мы вот сюда ко входу что-нибудь подключаем. Вот. А сюда пишем единицу. И у нас будет всегда это число увеличиваться на единицу. И никогда мы сюда уже не полезем. А если нужен такой параметр, который все время изменять будем, то лучше создать слайдер. Такой. И если вот здесь задано сейчас какое-то число, и туда подключить слайдер, то он сразу автоматически уже будет слайдер считать. А если убрать слайдер, то опять то число, которое было задано. Еще некоторые ноды имеют по умолчанию уже какие-то у себя заданные вот эти числа. Ну, это потом еще покажу. Так, это вот третий способ задания данных. Это вот прямо на самих входах. Еще удобно тоже быстрым набором выбирать эти ноды. Допустим, пишем плюс один. Окей. Он сразу создает нод, в котором на входе А ничего нету, а на входе Б единица. То есть мы сюда подключаем, и у нас сразу на единицу увеличивает любое число. Точно так же можно, допустим, делить, или там минус один. Вот. Он сразу на единицу уменьшать будет это число. Точно так же можно написать и умножить на десять. Вот. Тоже удобно. Здесь вот на втором входе уже по умолчанию стоит какое-то число. Ну, и четвертый способ, откуда могут браться данные в Расупере, это из выходов операторов. То есть выход ко входу можно подключить. Всегда. И таким образом можно создавать бесконечно сложные алгоритмы, которые там что-то, данные в них могут тут по очень запутанным путям ходить. Каждый раз оператор будет сменять эти данные. И, в общем, так и создаются алгоритмы у Гроскопера. То есть выходы соединяются со входами. Ну, вот. Это было четыре способа, откуда вообще могут браться данные в Гроскопере. И вообще, Гроскопер это как Data Flow, язык программирования, то есть ориентированный на потоки данных. И главное это вот эти потоки данных. Если понять, как с ними работать, то все получится дальше.